И он воздействовал на эту воду музыкой, звуком, словами. После этого он заморозил ее очень быстрым способом. И потом сфотографировал кристаллы воды в этих контейнерах. И разница в этих кристаллах, которые контактировали со звуками, и теми, на какие ничем не воздействовали, была абсолютно фантастической. В этой воде говорили слова любви и благодарности. И мы видим, что просто прекрасный, геометрически прекрасный, гармоничный, естественный кристалл. Здесь были слова ненависти «я убью тебя». Посмотрите на это. Люди скажут, как это работает? Как можно заложить смысл слов в воду? Просто. Слова, написанные, это всего лишь голографическое выражение, из сигнала волновой информации. Эти слова вибрируют на определенной частоте. Мы видим изображение, но у него присутствуют вибрации на определенной частоте, которые воздействуют на воду. После замораживания на фотографии мы увидим изменения. Я говорю сейчас. Люди думают, я говорю слова, но на самом деле я их не говорю. Я создаю информационное поле с помощью голосовых связок. И между мной и вами нет никаких слов. Слова приходят только тогда, когда вы декодируете информационное поле. Я лишь подаю сигналы. Наоборот, когда вы говорите мне, когда вы говорите, разговариваете с кем-либо. Все это частоты. Что ж, любовь и признательность. Меня от тебя тошнит, я хочу убить тебя. А вот эта вот музыка тяжелого металла, вот почему это может иметь такое отрицательное воздействие на людей. Потому что мы есть энергетическое поле. Взгляните на ауру человека, и можно сфотографировать. Если эти вибрации могут повлиять отрицательно, или разрушительно, или могут искажать ваше энергетическое поле, то вы подвернетесь умственному, эмоциональному, и то, что мы называем физическому выражению. Это повлияет на вашу ауру. Это загрязненная речная вода. Посмотрите на нее. Что же произошло? Потому что базовая форма воды — это информационные волны, информационное поле, как и все остальное. В Аэрокосмическом институте Штутгарта, Германия, они изобрели способ фотографирования информации в каплях воды. Вы можете посмотреть это видео на ютюбе, называется «У воды есть память». Я уверен, оно еще есть в свободном доступе. И что же они там делали? Они клали цветок в большой резервуар с водой. И доставали обратно. Потом они фотографировали капли этого резервуара, и в каждой капле был цветок. Это лишь макет. Очевидно, все было немного по-другому, но они могли видеть в капле информацию цветка. Затем они попросили местных людей прийти и взять из большого резервуара несколько капель и положить их в маленькое блюдце, говоря при этом свое имя. У каждого человека было по четыре капли. В итоге, вообще в этом принимало участие больше, чем четыре человека. Но они обнаружили, что все четыре капли разные, но основа у них одна и та же. Почему так произошло? Да потому что сами действия с каплями воды и энергетическое поле каждой уникальной личности имели влияние на воду. И это то влияние, которое у нас есть все то самое время, пока мы думаем, что мы бессильны. И когда догма Ричарда Докинса высмеивает гомеопатию, я не знаю, что он там высмеивает, но они ничего не понимают о реальности. Он сам сказал в одной из своих книг, что знания квантовой физики его совсем туманны. Что же это отличный путь для начала понимания реальности. Что же такое гомеопатия? Они говорят, мы не можем разбавлять вещество основной основной до тех пор, пока от вещества ничего не останется. Сказать можно что угодно. Цветок достали обратно из воды. Но информация все еще там. Информация из вещества, которая, как известно, может исцелять. Не обязательно ощущать это вещество физически, потому что они не могут понимать реальность, они не могут получать эту связь. Можете? Нет. Итак, что является собой компьютерный вирус, который разрушает компьютерную систему? Это ненадежная информация. Вот что это такое. Это ненадежная информация. Загрязнение базовых волн просто искажение, энергетическое информационное поле, искажающее то, что входит в контакт и появляется в голограмме. Это как токсическая вода и токсические отходы. То же самое есть и в начинке, в сладостях и прочих вещах, которые дети потребляют в массовых масштабах, потому что это будет дестабилизировать их умственно и эмоционально искаженная информация, искажающая работу мозга. А это нечто, что является большой целью их воздействия на то, о чем неразумно говорить, но мы сделаем это позже. Это шишковидная железа в мозгу, более известная как внутреннего разума, часть так называемого третьего глаза, который относит нас к другим уровням реальности и другим уровням восприятия. Рене Декарт, французский философ и математик, говорил, что шишковидная железа это месторождение души. Это не месторождение души, это способ масштабно взаимодействовать с космическим интернетом. Интересно то, что когда вы посмотрите на шишковидную железу и на все ее части, которые к ней относятся, то она очень неплохо напоминает изображение глаза гора или ока-ра из мифологии египтян. И это крайне важно, что возможно манипулировать декодированием реальности, что мы можем манипулировать и декодировать реальность, чтобы перекодировать систему. Это шишка в Ватикане. Они закальцинировали шишковидную железу, потому что это кальцификация. А что же борется с работой шишковидной железы? Это фтор в воде. Фторированная вода кальцинирует эту железу, которая чрезвычайно важна для расшифровывания реальности. Совпадение? Не думаю. Что ж, изображение этой шишки использовалось во множестве культур и обозначало шишковидную железу, потому что они знали важность всевидящего ока на их уровне декодирования реальности. Люди говорят, как маленькая шишковидная железа поможет расшифровать нашу необъятную реальность? Что ж, я говорю людям уже много лет, что размер не имеет значения, так? Посмотрите на это. Вы берете эту маленькую вещь, подключаете ее к компьютеру, и благодаря ей имеете доступ к мировой реальности под названием «Всемирная сеть». Те же палочки и колбочки, найденные в глазах, находящиеся в шишковидной железе, потому что это часть другого уровня видимости. Мы думаем, что происхождение мира идет оттуда. Это не так. Не так. Он идет отсюда. Мы декодируем информацию и проекцию того, что мы воспринимаем за реальность, она приходит изнутри, она вокруг нас. Поэтому, когда есть универсальная вера, на протяжении веков, где люди говорят, что все внутри вас, мир внутри вас, да, это так. И мир, который мы воспринимаем, диктуется миром в пределах нашего восприятия, мироощущения и системы верований. Миссис Анита Мурджани, автор книги «Умереть, чтобы стать собой», у нее был предсмертный опыт, сказала, «Я верю, что наибольшие истины Вселенной не лежат на улице в изучении звезд и планет. Они лежат глубоко внутри нас в великолепии вашего сердца, разума и души. Пока мы не поймем, что внутри, то мы не можем понять то, что снаружи, потому что то, что снаружи, это проекция того, что внутри. А манипулировать тем, что внутри, и манипулировать тем, что мы испытали снаружи, это основа заговора. Итак, мы можем декодировать реальность, и это может быть прекрасно, но мы также можем декодировать ее и получать войны и конфликты. Это наш выбор, основанный на нашем восприятии. Шишковидная железа является кристальной. Все, что задействовано в этой декодируемой системе, кажется кристальным, потому что кристаллы принимают участие в системах передачи и декодирования. И это мембрана каждой клетки, и у нас есть триллионы и триллионы этих клеток, которые являются жидкокристаллическими. Поэтому мы принимаем реальность с космического интернета, который все время вокруг нас, как беспроводной интернет, ДНК кристаллический. И это приемник и передатчик информации. Вот оно, это не просто шишковидная железа, это не только мозг. Это программное обеспечение. Это средство опыта, особого вида опыта, в особом типе реальности. Мужчины и женщины — это программа. Все, что мы — это бесконечное сознание. Все, что было и чего не было. Мы мужчины, мы женщины, мы все, что между нами. Мы все существующее, просто точка определенного внимания. Наша природа — это лишь фокус нашей точки восприятия. Я мужчина, я женщина, я белый, я черный. Что же это за такое шизанутое, расистское безумие? Слихнулись. О, мой космический скафандр отличается от твоего. О, ну что? Вся эта культура работает как программное обеспечение, как опыт в рамках еще большего опыта. Это фундамент программного обеспечения. Программа должна взаимодействовать с высшим сознанием, но в подавляющем большинстве случаев она отключена от него, под гипнозом. Постоянно есть средства, которые постоянно гипнотизируют нашу реальность, но если ты сам будешь оказывать на нее влияние, то твоя декодирующая система станет самоисполняющей пророчества. Контролируй восприятие и твой контроль в реальности, потому что контролируя восприятие, ты управляешь убеждениями. Их не заботит, во что вы верите, пока вы верите им, потому что сосредотачиваетесь на реальности, фокусируясь в очень ограниченном виде по причине своей веры. Несчастные случаи. Вот о чем все говорят, но в квантовой вселенной не существует таких понятий, есть только случаи возможностей и вероятности, заложенные в существовании восприятия. Мы имеем безграничные возможности, такие же безграничные возможности, как и в интернете. Я могу зайти на этот веб-сайт, а могу зайти на этот. Бесконечные возможности, но восприятие выбирает лишь некоторые возможности, которые относятся к осознанию. Вот почему программирование восприятия является основой контроля человеческого опыта. Мы видим вещи, не какие они есть, но такие, какие мы есть. Точно. Но мы видим вещи через их программу того, что мы есть. Что ж, от этой крошечной, крошечной полосы частот, ими манипулируемой, даже не частота свободной мысли, мы решаем, кто мы есть, кто ты есть, что мы будем делать, кем быть, к чему стремиться, что есть и чего нет. Что такое пробуждение? Пробуждение — это пробуждение от этого. «Персона». Человек, «Персона», значение которого приходит от латинского слова, обозначающего актерскую маску. Вот что мы имеем. «Персона» — это актерская маска, фасад, дающий нам прочное чувство ложной самоидентификации. Итак, эти люди нормальные, но потом они выходят из-под программы, и это называется пробуждение. Все, что вы делаете, это отключайте себя от чувства реальности и программы и смотрите, что находится за пределами. Заводить беседу с кем-либо, чья система верования стойкая и неподвижная, это лишь тратит свое драгоценное время. Когда вы находитесь, допустим, нечто похожее на лабиринт, не подозревая о нем. Вам кажется, что это свободная жизнь, свободные действия, но вы в лабиринте, вами управляют. И когда кто-то добирается до вершины и говорит, что «Это беспокоил лабиринт, он ведет никуда, он псих». Прекрасное высказывание. И те, кто танцевали, считались сумасшедшими теми, кто не мог услышать музыку. Те, кто не мог услышать музыки, находятся в пузырях, они не могут услышать музыку. Как и знания от более высоких уровней понимания, они не могут их услышать. Система заставляет людей смотреть на мир примерно так. Каковы у нас шансы, когда мы смотрим на мир такими глазами, фокусируемся все время на одной частоте, и все это не касается нас, потому что не на том сосредотачиваемся. Спасибо. Глаза бесполезны, когда разум слеп, потому что разум – это восприятие, диктующее реальность. Мы все едины. Один! Один! Диктуюе,